Травль происходит всегда и везде, не так ли? Мы организовали наш мир таким образом. По крайней мере, коммерческие силы на этой планете постоянно говорят вам, что вы исключительны. И когда мы культивируем эту исключительность, издевательства становятся естественными. Такое отношение должно измениться, но это не произойдет в одночасье. Садгуру, сейчас в мире происходит много насилия. И даже моя дочь писала статью об издевательствах в школе. Я решил, что смогу объяснить ей, как зарождается насилие. Но у меня получилось не очень хорошо. Хорошо. Мне интересно, что вы можете рассказать об этом и что люди вроде меня могут сделать, чтобы помочь школам решить эту проблему? Если дети не усвоят этот урок в школе, как они будут жить в этом мире, который в любом случае полон агрессии? Те, кто сильнее, всегда издеваются над менее сильными. Будь то на уровне народов, на уровне сообществ или на уровне отдельных людей, травлю происходит всегда и везде. Не так ли? Что если вы не освоите запугивание в достаточной мере, то, по крайней мере, в глазах общества вы ничего не добьетесь. Вы либо запугиваете людей грубой силой своих мускулов, либо делаете это более тонкими способами. Но издевательство происходит повсеместно. Я хочу, чтобы вы поняли, что международная обстановка ничем не отличается от того, что происходит в переулке. То же самое теми же способами, не так ли? Сильные подавляют слабых самыми разными способами. Это по-прежнему мир пещерного человека, где принцип «выживая сильнейший» проявляется в более завуалированной форме, не напрямую. Так что... Сейчас мир держится только на запугивании. В школе выращивают лидеров. Те, кто преуспевают в травле других, завтра могут стать лидерами. Да. Поэтому, как часть решений этого вопроса, мы готовим к запуску Академию лидерства Иши. Конечно, она будет содержать базовую программу по бизнес-администрированию, но более важное направление Академии — готовить лидеров на всех уровнях. Возможно, для домохозяек у нас будет курс управления и лидерства на два дня, на выходные, потому что любой, кто может повлиять на 5-10 человек, уже является лидером. Мелкий торговец овощами каждый день встречает не менее 50-100 человек. Возможно, для него мы организуем недельный курс по управлению и лидерству, потому что мы не подготовили настоящих лидеров. Лидерами считаются те, кто запугивают. Люди сострадательные, которые шире воспринимают человека, не считаются лидерами. В этом мире их относят к философам. О них пренебрежительно говорят, как о мечтателях. Такое отношение должно измениться, но это не произойдет в одночасье. Потребуется много работы в отношении всего человечества и отдельных людей. Заявления общего характера и уличные лозунги не помогут. Нужна направленная работа в отношении отдельных людей. Пока что не существует достаточной инфраструктуры для такого рода работы. Это еще одно направление, которым мы сейчас занимаемся. Все, что мы создаем здесь, это инфраструктура для принимающей осознанности, чем никогда не занимались в этой части света. На Востоке это делали в далеком прошлом, но в последние несколько сотен лет не делалось ничего, потому что такая инфраструктура, чтобы человек расцвел в полноценного человека. Полностью отсутствует в большинстве регионов мира. Создана очень развитая инфраструктура для выживания. Так что дети травят других детей в основном потому, что в их восприятии так устроен мир. Каждый использует ту власть, которая у него есть, чтобы подавить кого-то другого. Люди не используют свою власть для того, чтобы возвысить кого-то. Даже если они кого-то возвысят, то держат его на поводке, чтобы в любое время потянуть вниз. Никто не хочет отпустить вас, как воздушный шар, наполненный водородом, и сказать «Лети». Они держат вас на веревочке. Поэтому нам нужен мощный, всеобъемлющий, нерелигиозный, духовный процесс по освобождению человека, чтобы каждый человек мог расцвести по-своему. Это не должен быть мой или ваш путь. Человек может расцвести по-своему, следуя своему собственному пути, если он принимающий как сама жизнь. Жизнь — это принятие. Принятие — это не идеология. Это не какая-нибудь философия. Принятие — это то, как устроена жизнь. Существование происходит из принятия, а не из исключительности. Ни один атом не может существовать исключительно сам по себе. Иначе вы бы не сохранили форму. Называть себя исключительным нелепо. Однако весь мир, по крайней мере, коммерческие силы на этой планете, постоянно говорят вам, что вы исключительны. Не так ли? И когда мы культивируем эту исключительность, издевательства становятся естественными. Травля происходит не только потому, что кто-то злодей. Когда взращивается исключительность, тогда издевательства становятся естественными. Единственное решение — это принятие. Принятие не в смысле «Я люблю тебя, ты любишь меня». Просто ясное восприятие жизни как процесс принятия. Вы на своем опыте осознаете его все принятия. Нет другого способа существовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok